Всем привет! Меня зовут Александр, вы на канале Катарина Тревел. Мы с вами сегодня поедем в город Ягодино. Это находится на юге Сербии. Поедем это на автобусе. Взяли сейчас билеты на автобусы. Три билета. Получается вышли 5 280 динар. Автобусы сейчас увидим какие-то. Есть у меня сомнения, что не уровня турецких. Но ехать 2 часа, поэтому все будет, надеюсь, нормально. В Ягодино мы хотим провести пару-тройку деньков. Посетить местный аквапарк. Он там якобы очень большой и классный. Поэтому поехали. Автовокзал выглядит атмосферно. Здесь всякие элементы такие находятся. Интересные. Грязненько. Попахивает. Сами понимаете, чем. Но здесь тенек и прохладно. Это меня радует. Итак, чтобы попасть к автобусам, надо прикупить жетончик. Он сколько-то денег стоит. Вот сюда бросите пройти через турникет. То есть, если вы купили билеты, это не значит, что вы попадете на автобус. Такая вот система. Так выглядит перрон. Автобусы средненькие снаружи, внутри непонятно. У нас отправление с первого перрона впереди. Такая вот обстановочка. И вот чуть левее будет Белград-на-Вуди. Самый крутой район по стоимости жилья, наверное. Билеты выглядят вот так вот. Оплатить можно карты наличкой. Никакие паспорта не нужны. Ничего не нужно. И вот написано с опупостом 230. Это, видимо, как раз стоит услуга кинуть жетончик, чтобы пройти через турникет. Автобусы разные. Какие-то так себе, какие-то получше. Внутри еще не были. Сейчас посмотрим. Так, чем же знаменита Ягодина, помимо аквапарка, в который мы едем? Это сам, собственно, аквапарк. Город очень знаменит тем, что он якобы сверхэкономически продвинутый. Юг Сербии это очень считается нищие регионы. А там, судя по Википедию, которую я прочел данным, там и школьников забесплатно в Грецию отправляют и так далее и тому подобное. Помимо этого, я знаю, что Ягодин достаточно криминальным считается город на уровне Белграда. Будем мы жить в квартире. Гостиница там буквально пару штук. Забронировал через Агоду Букинг. В принципе, цены на любой вкус и цвет. Там от 13, по-моему, евро и выше. В основном все квартиры маленькие. Если надо побольше, имейте в виду, что их не очень много и желательно заранее искать. Вот я искал в субботу, а в воскресенье мы сейчас туда собираемся. И пока я думал по поводу одной квартиры с большим квадратным метражом, ее кто-то забронировал. Так что не будьте как я, будьте быстрее и поэтому, возможно, сэкономите денег. Приехал наш автобус, выглядит даже приличненько. Вот красненький. Все туда бегут. Варя тоже хочет туда бежать. Побежали вместе с нами. Итак, зашли мы в автобус. Выдают такие талончики на багажках в Турции. Сам автобус средней такой паршивости. Самое главное, что здесь есть кондиционер. На улице сейчас жарковато. Сегодня 35 обещают. Поэтому, в принципе, должно быть все хорошо. Есть бесплатный Wi-Fi. Вот мы приехали в Ягодину. Графитти. Дома. Ехали быстро. Два часа была одна санитарная остановка. Попить, поесть не дают, но можно купить где угодно. В общем, голодный, он решил твою ножку попробовать. Привет. Сейчас твою начнем. Мам, дай мне ему ноги. На удивление, в городе много очень хороших домов. Все дома как будто отреставрированы. В какой-то администрации все покрашено. Все классно. Не машины, так вот щенки мешают. Какой боевой щенок. А так и не сказать. Он даже умеет гавкать. Защитник спас нас от кота. Так вот, все дома прям очень-очень неплохие. Вот, то есть, видите, дом, черепица старенькая, а фасад весь красиво отделан. Очень чисто, на удивление. В целом, понравился город. Вот, мы здесь были в аквапарке. В принципе, если ребенок не был до этого никогда в аквапарках, или был очень давно, из-за неимения аквапарков, рекомендую. А так, я был в много разных. В принципе, ничего такого удивительного. Здесь цены в кафешечках значительно ниже, чем в Белграде. Мы вчера поели в одном заведении, набрали очень много еды. И половину, наверное, забрали с собой. И стоило это нам всего лишь 30 евро, по-моему. Я считаю, что это недорого. Это с вином, с минералкой, килограмм мяса и так далее, и тому подобное. Здесь вот есть такая интересная пекарня. Бабушка. Продают пиццу. Сейчас мы выем с вами на центральную улицу. Ну, я так думаю, что она центральная. Мы решили сюда чуть попозже еще раз приехать, через пару недель. Всем понравилось. Варя сначала говорил, что мне не нравится. А теперь говорит, что она в восторге. И хочет здесь жить. Здесь около 50 тысяч населения. Небольшой городок, но... В принципе... Приятный. Очень много машин почему-то из Швейцарии. Ну, и из Австрии тоже встречаются. Но из Швейцарии... То есть, ну... Я уже штук 20 видел. Почему, непонятно. Возможно, отсюда в свое время много Швейцариев уехало сербов. Активно строятся. Есть высотные относительно дома. С лифтом. Но... Очень много таких домов частных. Наверное, это большая часть города. Из этих частных домиков. Стоит. Определенно. Вот видно. Это домик. Так он сначала выглядел. И почему-то из него сделали вот такой симпатичный домик. Но тут крайне необычный мэр города раньше был. Я не буду в подробности входить, потому что не стоит. Непростой был мэр. И вот кругом... Вот такие домики. Кому интересно, я посмотрел на крайний вот такой домик метров 200 будет стоить порядка 100 тысяч евро. Где-то ближе к крутым местам к аквапарку. Я думаю, там будет все значительно дороже. Продают здесь квартиры в современных новых домах пентхаус 180, по-моему, 3 или 187 метров. Стоит 300 тысяч евро. Вот вопрос. Сейчас везде такие бешеные цены на квартиры. Или только мне так везет. Хотя, мне кажется, в той же Турции за 300 тысяч евро можно купить что-то сверх роскошное. Хотя и здесь тоже будет сверх роскошное. Но это маленький городок. Дороги в очень хорошем здесь состоянии. Сейчас видели скорую. Тоже вполне приятная с виду. Даже есть тротуары. И самый большой плюс. Я не очень любитель городов на холмах, горах. Но почему-то в них приходится жить. Здесь их нет. Вернее, холмы есть. Но город на равнине вроде бы находится. Я пока не встретил вот этих затяжных спусков и подъемов. Березочки есть. Вообще, в Сербии какие-то огромнейшие деревья. Не знаю, с чем это связано. Вот здесь получается по шестой этаж береза. Это маленькая. В Белграде есть просто удивительные вещи, что деревья растут. Этаж там по 12. В других странах я не видел таких высоких деревьев такого типа. Я пока иду на автовокзал и подсниму вот окраины, можно сказать, города. Но в целом он мне очень понравился. Я никогда не жил в таких маленьких городках, но в принципе здесь бы, наверное, смог. Катарина была в восторге. Повторюсь, от кафе. Они здесь более чем доступны. Я бы сравнил это с авлёрой, только который очень хорошо почистили и причесали. Только без моря. Вот. Вот такая вот реклама здесь на вокзале. Аутентичная. Автобусы в Германию, Вену. Не знаю. тут 7 в 1. Вот это, наверное, самый такой неприличный дом. Страшненький. Из тех, что я видел в городе. но внизу очень мило вот так раскрасили ягоды на вокзал даже круче, чем в Белграде. не знаю. Не знаю. Ну, там всё так грязненько, а здесь прям маленько, но классненько. классненько. Главное, оказывается, не чистота, а что? Больше или нет. В итоге мы пришли на вокзал. Нам сказали, что уже билет не купить, но с утра всё будет. Карты не принимают, принимают только наличку. И, что удивительно, посчитала нам стоимость, написал на бумажке, обратно стоит дешевле, чем сюда. Не знаю, с чем это связано, но да ладно. Пойдёмте дальше погуляем, что да как, посмотрим. Здесь немного вот этих надписей граффити. Есть в целом симпатичные. Места, как вы видите, для парковок нету. Паркуют где могут. Такие интересные домики. Интересно, чья это архитектура. Вряд ли же при коммунизме при Югославии строили такое. Хотя, кто знает. Или, может быть, это так коммунальные службы сделали красоту такую. Видно, дом старый, смотрите, деревянные всякие окна. А в подвале, видимо, здесь люди хранят свои вещи. Вот, дом написано, построен в 60 в каком-то году. В восьмом, втором, плохо видно. здесь прикольно, что на каждом доме можно увидеть, ну, на старом каждом доме можно увидеть, когда его построили. Видимо, здесь за граффити местный мэр лично ругал людей за некрасивые граффити. то, что не согласовано с администрацией. Но сейчас здесь мэр женщина. Может быть, ее тоже уважают. И, заметьте, нету решеток. видимо, здесь всегда было спокойно и тихо в плане воровства из квартир. Мужчины что-то поливают. Почему-то только по этой стороне. они цветочки поливают. Молодцы какие. Кстати, интересно, что большинство окон, рам, они деревянные. Откуда в этом городе бюджет? то есть старое вот это коммунистическое здание. Смотрите, ничего не отваливается, ни плесени. В Белграде это выглядело бы отвратительно. Здесь выглядит классно. Фонтанчики. Я здесь видел много фонтанчиков. Кто не знает, фонтаны делала очень дорогое. Арифлэйм. кто-то видел вот такой офис Арифлэйма? Не припомню, рассказывал я вам или нет. есть зоопарк, аквапарк, музей восковых фигур, ну и что-то там еще, наверное, тоже есть. Короче, очень для провинции крутой город. И еще оказывается здесь есть свой Диснейленд. озвучили нам 10 минут за 200 динеров это где-то получается меньше двух долларов. Здесь за другую стоимость. Не сказали какую. Зашли мы вот в такое заведение. Варя попросила пиццы купить, ибо мясо она не хочет есть. А сербской кухни это мясо в мясе и мясом погоняет. Сейчас посмотрим, что они возьмут. Скорее все, это будет слайс какой-то пиццы и какая-то вода, сладкая, кола, там еще что-то. Жду их, узнаем сколько стоит. В итоге купили пиццу, Варя сказала, я сама все могу отнести. Да, вот эта пицца и спрайт стоит 330 динеров, это 3 доллара. Размерчик вот такой. мне кажется, хорошая цена. Очень удивительно было, что оплата по карте, тетя взяла свой смартфон, попросила карту, к нему приложила смартфон, сняла денежку и показала счет. Он тоже был такой электронный. Она говорит, я могу или на почту вам прислать, или сфотографируйте. Я такого еще ни разу в жизни не видел. Ладно, приятного аппетита. Ну, а так выглядит возможно, центральная улица вечером. Очень много народу. Все куда-то идут, чего-то хотят. Наверное, посидеть, выпить кофе, покурить и обсудить политику. Кстати, наверное, второй такой несуразный дом, который я встречаю за два дня. интересный вот смотрите домик и там на периле балкона ворона. Явно не настоящая. что-то реставрируют. если коротко рекомендую город. Я, правда, в других городках Сербии не бывал. Может быть, они все такие. но, как по мне, лайк и видео, и городу. Заезжайте, смотрите. Какая-то написана содовая, основана в 1946 году. Пойду попробую, что они производят. Везде пешеходные переходы. Ну, и так, в принципе, пропускают, не давят. Это, видимо, ассортимент. Называется Клакер. Сейчас возьмем попробовать. Люди сидят внутри. Интересно. Кому интересно, более погуглит сам. Всем большое спасибо, кто до сна до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь и прочая вся вот эта ерунда. До новых встреч. До